Знаменитый советский хоккеист и комментатор Сергей Гимаев скончался во время матча ночной хоккейной лиги в Туле. Коллеги Гимаева признаются, что никаких предпосылок к трагичному событию не было. Сергей отыграл первый период, а затем ушел в раздевалку отдохнуть. Остановку сердца спровоцировал оторвавшийся тромб. В Беларуси шокировано известием о смерти знаменитого хоккеиста. У Сергея Гимаева были планы совместной работы в республике. Для меня это был вообще, честно, удар даже такой. Мы не ожидали. Тем более мы еще обсуждали, опять же, с Николаем Карповичем, как Беларусь пригласить, показать наши стадионы. И было договорено, что он приедет. Но, к сожалению, так получилось, что даже только что мы разговаривали по телефону. И, как говорится, шокированы все эти трагедии. Сергей Гимаев родился в Беларуси, рос на Камчатке. Хоккеем начал заниматься с 11 лет. С 1976 года начал играть за армейцев Москвы. А когда закончил карьеру игрока, стал работать детским тренером и позже стал директором хоккейной школы ЦСКА. Воспитанники Сергея Наилевича становились чемпионами СССР и Европы. Прощание с заслуженным тренером состоялось в Ледовом дворце спорта ЦСКА. Он очень много сделал, когда был директором школы ЦСКА. Вот при нем был такой подъем, рассвет школы. Я считаю, что он очень много для школы ЦСКА сделал, как директор. Любящий спорт и хоккей. О Сергея Наилевича все отзываются, как о профессионале. Руководство КХЛ предложило учредить приз или кубок памяти Гемаева. И обсудить обязательную диспансеризацию для ветеранов-хоккеистов. Ведь в матчах, в которых они играют, нагрузки такие же, как и у молодых хоккеистов.